Здравствуйте! Сегодня поговорим о питании после установки брекет-системы. В этом видео я расскажу, какие продукты можно и какие нельзя есть с брекетами. Сразу после установки брекет-системы зубы очень чувствительны. Они могут болеть и вызывать дискомфорт. Поэтому и рацион в первые дни будет состоять в основном из жидкой пищи. Это всевозможные каши, овощные и мясные пюре, бульоны, йогурты, а также детское питание. После того, как пройдет период адаптации и организм привыкнет к новой конструкции, в рацион можно добавить и другие продукты. Сыр, яйца, морепродукты, различные крупы, супы, мягкое мясо и другие. Но нужно помнить, что пищу нельзя откусывать передними зубами, а пережевывать следует только задними жевательными. От некоторых продуктов все же придется отказаться на протяжении всего периода лечения. Первое, что окажется под запретом, это жесткая пища. Исключить из рациона придется сухарики, орехи, попкорн, леденцы, твердые овощи и фрукты, жесткое мясо. Во-первых, вам будет просто больно пережевывать такую пищу. Но самое главное, это может привести к поломке дуг и других элементов брекет-системы. Поэтому твердую пищу нужно предварительно измельчить или протереть на терке. Мясо можно потушить или сделать из него фарш. Далее придется отказаться от липкой и вязкой пищи. Жвачка и риски легко застревают в брекетах. Это может привести к возникновению кариеса или воспалению десен. Также такая пища может сломать дугу или привести к отклеиванию брекета. Ведь каждое отклеивание приводит к увеличению сроков лечения. После того, как врач-ортодонт вернет брекет на свое место, нагрузку на него давать сразу нельзя. Это значит, что все ваши тяги доктор ослабит, а может быть и поставит тонкую дугу. Все это увеличит время ношения брекет-системы. Также нежелательно употреблять продукты, которые содержат красящие компоненты. Даже если вы носите металлические брекеты. Например, красное вино, крепкий чай и кофе, красящие овощи и ягоды, газировки и соки с большим содержанием красителей. Они могут окрасить лигатурой резинки, которые впоследствии станут менее эстетичными. Не стоит употреблять слишком горячую или холодную пищу. Такие перепады температур сильно воздействуют на брекеты. Натилоновые дуги во время употребления холодной воды или пищи приостанавливают свое движение. Если часто есть такую еду, то ортодонтический аппарат утратит свои свойства. Мой врач-ортодонт поделилась со мной секретом, которым я пользовалась первое время после установки брекетов. Когда дуга давила на зубы и уже невозможно было терпеть, вместо обезболивающих я ела мороженое. От холодного дуга ослабляет давление на зубы и боль проходила. И последнее. Если у вас нет возможности почистить зубы сразу после еды, например, вы находитесь в ресторане или в гостях, то лучше избегать этих продуктов. Мак, кунжут, гречка, ягоды с зернами. Блюда с мелко нарезанным укропом и зеленью. Они легко застревают между дугами и брекетами, а вычистить их можно только при помощи щетки или ирригатора. Брекетоностам запрещается использовать зубочистки, потому что они могут создать рычаг и оторвать брекет. И самое главное. Не забываем про гигиену полости рта. Чистить зубы при ношении брекет-системы необходимо после каждого приема пищи. Если хорошо не вычищать зубы и брекеты, то это будет способствовать размножению кариеса. А о том, как правильно чистить зубы с брекетами, есть хорошее видео, которое можно посмотреть по ссылке. Соблюдение всех рекомендаций ведет на минимум возможные проблемы во время ношения брекет-системы, а также сделает процесс исправления прикуса максимально эффективным. Спасибо за просмотр! Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал!